Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Илон Маск говорит нам о том, что доллар будет стоить ноль. Поэтому в сегодняшнем видео мы разберем это по полочкам. И мы действительно сейчас находимся на неустойчивом пути. На настолько неустойчивом, что министр финансов США даже не знает, на каком уровне находится долг. Сейчас мы находимся на том пути, который радикально изменит не только финансовую систему самой Америки, но и всего остального мира. Этот переход уничтожит средний класс и переместит его в категорию работающих буквально за выживание. Но прекрасная новость, а она есть, заключается в том, что такие транзитные времена являются лучшим историческим шансом для того, чтобы изменить свое положение и положение своей семьи в грядущем новом мире. Добро пожаловать на мой канал. Канал, где мы регулярно говорим о биткоине, криптовалюте, экономике и цифровых активах. Подпишись, если ты тут впервые и тебе нравится подобный контент. Также напомню тебе, что проезд стоит 1 лайк. И без него, к сожалению, двигатель работать не будет. Поставил? Тогда поехали. И кстати, большое спасибо за такую поддержку. За последние 28 дней на канал подписалось почти 5000 человек. Давно такого не было. Большое спасибо. С 2018 года я пытаюсь предупредить людей, но они в основном не слушают. Я пытаюсь предупредить их о том, каких заработанные с большим трудом фиатные валюты тащат их вниз на протяжении десятков лет. На графике ты видишь основные валюты по отношению к золоту. Все они идут вниз. Иногда мы видим на краткосрочных перспективах некоторые отскоки, но долгосрочный тренд остается на падении. С 1971 года традиционные бумажные валюты потеряли 98% своей покупательной способности. И сегодняшний доллар по покупательной способности это 4 цента от того доллара, который был в 1930-м. Наверное, поэтому люди спорят, стоит ли покупать этот доллар за свои биткоины и по какой цене это делать? Подешевле или подороже? Они спорили об этом тогда, когда биткоин упал с 6000 долларов до 3000 долларов. Они спорили и тогда, когда он упал с 11000 долларов до 5000 долларов. Они спорят об этом и сейчас. Почему они спорят? Потому что за последний месяц доллар укрепился по отношению к биткоину. Рубль укрепился по отношению к биткоину за месяц. Евро тоже укрепился по отношению к биткоину за последние 30 дней. И даже японская иена тоже укрепляется по отношению к биткоину. А это значит, что мы наблюдаем смерть криптовалюты. Кошмар, нужно срочно продавать. Все ясно, биткоин умер. Правда что ли? Посмотри на рубль по отношению к биткоину за последние 10 лет. Или на доллар, или на евро, или может быть на иену. Ты все еще хочешь купить вот это за свой драгоценный биткоин? Я бы никогда этого не сделал. Вот о чем я пытаюсь предупредить уже столько лет. И речь идет не только о долларе США. Речь идет вообще о всех фиатных валютах, чья неограниченная эмиссия и бесконечная бесконтрольная инфляция делает ее холдера все беднее и беднее с каждым новым десятилетием. Все фиатные валюты стремятся к нулю по отношению к биткоину. Ноль, ноль, ноль. И ты все еще обеспокоен временным падением биткоина на протяжении года-двух? Смотри более глобально. Доллар будет стоить ничего. Жестокое предупреждение Илона Маска, поскольку скрытая печать денег приводит к росту цен на биткоин на длинной дистанции. Мы точно не знаем, что происходит за кулисами, но есть факты. Они напечатали больше денег, чем за всю историю, и это продолжится. И мы говорили об этом в позавчерашнем видео. Японская иена продолжает коллапсировать по отношению к доллару, но центральный банк Японии навряд ли позволит совершиться окончательному коллапсу. Кто им в этом может помочь? Например, ФРС США. У них уже есть запасной план, но они не будут помогать им снижением ставки. Нет. Возможно, они помогут некой своп-линией, из которой Япония сможет черпать 50-100 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать курс своей национальной валюты. 50-100 миллиардов долларов в месяц. Колоссально. Откуда они возьмут эти деньги? Во времена пандемии коронавируса США раздавали по 1400 долларов американцам. Они раздавали десятки миллиардов долларов бизнесам. Но уже спустя 4 года, в 2024 году, они готовы давать стимулирующие чеки уже не гражданам, а целым странам. Откуда эти деньги взять? Налоги или печатный станок? И это приведет к росту глобальной ликвидности. А криптовалюта обожает глобальную ликвидность. Посмотри на этот график. Пик ликвидности вот здесь. Это когда нужно задуматься о выходе из рискованных активов. А точка разворота ликвидности вот здесь. Это идеальная точка входа на рынок. И мы видим, что в октябре 2023 года цикл ликвидности начал свой разворот. Из красного в зеленый. То есть из падающего в растущий. И это была идеальная точка входа. Но мы еще не видели такой же большой вспышки, как в 2021 и 2020. Но тем не менее, даже на фоне такого небольшого роста ликвидности, биткоин сумел вырасти с 16 тысяч долларов до 74 тысяч долларов на пике. Долг Соединенных Штатов Америки растет на 1 триллион долларов каждые 100 дней. Ну и во всех странах тоже. Состоянием на конец февраля 2024 глобальный долг достиг рекордных 313 триллионов долларов. У нас также до сих пор удерживаются высокие процентные ставки. Они сказали нам, что собираются снизить их трижды в 2023 году. Но теперь они собираются удерживать ставку на высоком уровне более продолжительное время. И мы, простые люди, оказываемся в проигрыше. Жизни среднего класса разрушаются. И это сделано специально. Поэтому я пытаюсь достучаться до людей. Все должны обратить внимание на это. Для уничтожения среднего класса они используют все средства. Даже в а... Но зачем им это? Смотри в этом видео, которое я выложил 4 дня назад. Ссылку я оставлю в описании. Оно собрало какое-то нереальное количество просмотров и лайков. Если не видел, рекомендую посмотреть. Итак, бывший советник Трампа по национальной безопасности Макмастер предупреждает, что мир находится на пороге потенциальной мировой войны. Из-за эскалации глобальной напряженности мы можем оказаться на пороге новой мировой войны, говорит он. Я знаю, это звучит драматично, но я думаю, что мы должны отнестись к этому серьезно, чтобы предотвратить это. Гораздо дешевле предотвратить войну, чем вести ее. Подчеркивая каскадные кризисы, такие как конфликты в секторе газа и в Украине, Макмастер призывает удвоить расходы на оборону до 4% ВВП, чтобы подготовиться к потенциальным угрозам. Удвоить расходы на оборону. Военные расходы США сейчас составляют 916 миллиардов долларов. Вдвое больше, это практически 1,9 триллиона долларов. Откуда взять эти деньги? Снова печать денег? Снова рост долга? Снова инфляция? В том числе и активов. Интересно то, что это происходит по всему миру, а не только в США. Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда. Почти половина из них приходится на США и Китай. Россия находится на третьем месте. Украина на восьмом. Сумма составляет колоссальнейшие 2443 триллиона долларов. Или же 2,3% глобального ВВП. Это самый высокий уровень расходов, когда-либо зафиксированный в истории. И он продолжает расти. А значит и глобальный долг тоже. Илон Маск комментирует это следующим образом. Нам нужно что-то сделать с нашим национальным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить. Справедливости ради нужно заметить, что это подходит для всех основных валют мира, а не только для доллара. Для любой фиатной валюты это заявление справедливо. Ну и естественно биткоин это исправляет. Вот что пишет Питер Шиф в ответ. К сожалению, сейчас уже слишком поздно что-либо делать с долгом без краткосрочных страданий, принимать которые никто не хочет. Поэтому ничего не будет сделано, пока не произойдет кризис доллара и суверенного долга. Будем надеяться, что тогда правительство примет меры, и доллар будет стоить хотя бы что-то, а не просто ничего. К сожалению, друзья, когда это происходит, они всегда начинают вебины. Почему? Потому что вебина создает рабочие места и деньги. Вот такая беда. И в истории так делали не только Соединенные Штаты. Не нужно заблуждаться. Многие другие страны грешили и грешат тем же. На страдания простых людей им абсолютно наплевать. И высокие процентные ставки совсем не призваны эти страдания хоть как-то облегчить. Давай послушаем, что говорит Джером Пауэл о ставках. А затем перейдем к Кевину О'Лире и Ларри Финку, директору крупнейшей корпорации мира, который объясняет, почему на фоне всего происходящего он выбирает биткоин. Я и мои коллеги по-прежнему полностью сосредоточены на нашей двойной цели по обеспечению максимальной занятости и стабильных цен для американцев. Экономика добилась значительного прогресса в этом плане. За последний год инфляция также снизилась, а рынок труда остается сильным. И это очень хорошие новости. Но инфляция все еще слишком высока. Дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. И дальнейшие перспективы не ясны. Мы полностью привержены возвращению инфляции к 2%. Это наша цель. Восстановление ценовой стабильности необходимо для достижения стабильно сильного рынка труда, который приносит пользу всем. Сегодня мы приняли решение оставить нашу процентную ставку без изменений. Но при этом мы будем продолжать сокращать объем наших активов, хотя и более медленными темпами. Иными словами, инфляция не снижается. Цены снова растут, а процентная ставка будет высокой более продолжительное время. Давя на средний класс все больше и больше. Но на мой взгляд, это повысит популярность биткоина и криптовалюты. Люди уже начинают просыпаться и выбирать биткоин во многих странах мира, где существует гиперинфляция. В таких, например, как Аргентина и Турция. Вот как комментирует это известный инвестор и бизнесмен Кевин О'Лири. Я не думаю, что в этом году они снизят процентные ставки. Думаю, люди должны привыкнуть к этой мысли. Они будут оставаться на прежнем уровне дольше. Дело в том, что цель ФРС это снижение инфляции до 2%. Не 3 и не 3,2, а 2. Инфляция не опускается до 2% по целому ряду причин. И поэтому они не будут снижать ставки. И все, кто думает, что они собираются это сделать в этом году, заблуждаются. И они продолжают излучать свой оптимизм месяц за месяцем. Но в этом году снижения ставки не будет. Я инвестирую, исходя из того, что мы будем жить с этим уровнем ставок до конца года. Простите, но это реальность. Так а что же происходит? Похоже, что Байденомика привела к гиперинфляции. И это превращается в тройной удар. Рост инфляции, повышение ставок. А теперь Байден хочет повысить налоги. Это ударит по семьям среднего класса. Друзья, откуда они возьмут деньги на все эти хотелки? Они печатают деньги. И чем больше они печатают, тем больше обесценивается доллар, евро, юань и иена. И другие основные валюты мира. Они, основные валюты, обесцениваются еще быстрее. Вот почему в наших странах люди пытаются хранить сбережения в долларе. Потому что их национальные валюты обесцениваются еще быстрее, чем это делает доллар. Именно поэтому это вызовет гиперинфляцию, в конце концов. И мы это видим по вот этим графикам. Обесценивание фиатных валют по отношению к золоту. Обесценивание валют по отношению к биткоину. Вот почему центральные банки накапливают так много золота. Они снова побили рекорд в первом квартале этого года. Рекордные закупки золота центральными банками мира. Они же, наверное, что-то знают. Поэтому единственный способ исправить эту ситуацию, это урезать средний класс, повысить налоги. И Байден уже предлагает повысить их до 44,5%. И в других странах происходит то же самое. Ты думаешь, Великая Депрессия была ужасной? Вот это будет ужасно. И они уже настроены, они готовы, их чемоданы упакованы. И после всего этого, что произойдет, нас ожидает Великая Финансовая Перезагрузка. Внедрение цифровых валют центральных банков. Как ты думаешь, зачем тогда Ларри Финг это делает? Почему он бежит в безопасность, как он называет биткоин? Для вас это был большой разворот, ведь вы долгое время были биткоин-скептиком. Да, первые три года я был им, но затем я начал переключаться. На самом деле, в последние два года я очень верю в биткоин. Я верю в это, потому что думаю, что это альтернативный способ хранения богатства. Но я не верю, что биткоин когда-нибудь станет валютой. Я думаю, что это класс активов. Вы не верите, что он станет валютой? Нет, я думаю, мы создадим свои цифровые валюты на основе этой технологии, технологии блокчейна. Внезапно Ларри Финг просто признал это. Он признался. Он сказал, ребята, я перешел от неверия в это к вере в это. Теперь это хранилище богатства. Как ты думаешь, почему он вкладывает деньги в биткоин? Почему он запустил спотовый биткоин ETF? Как ты думаешь? Почему в 2008 году ФРС США обратилась к Ларри Финку, к BlackRock'у с просьбой помочь сбалансировать рынок? Как ты думаешь, почему они снова это сделали в 2020 году? Ты думаешь, за кулисами не ведутся переговоры? Если мы зайдем на сайт CFTC, комиссии по фьючерсным товарам США, мы увидим, что биткоин они назвали товаром. Суровое предположение и, скорее всего, правда заключается в том, что в будущем останутся цифровые валюты центральных банков, некоторые альткоины и биткоин. 99% других альткоинов просто-напросто умрут. Именно поэтому нужно фиксировать прибыли. Нужно накапливать биткоин за счет прибыли из альткоинов. Это то, что делаю я. Я больше не влюбляюсь в альткоины. У меня больше нет любимых альткоинов. Я просто-напросто их использую. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok